В Дагестане создадут черный список автозаправочных станций. В нем будет размещена информация об АЗС, где клиентам отнеслись недобросовестно или были выявлены различные нарушения. Решение о создании подобного рода книги «Жалоб» было предложено в ходе «Круглого стола», организованным Народным фронтом республики по итогам мониторинга заправок. Главный акцент хочется сделать на надзорных и контролирующих органах на поверке. То есть мы, Народный фронт, выступаем за то, чтобы нашему потребителю, нашему гражданину доливали именно то количество топлива, за которое он заплатил свои полные деньги. Вот один из ярких примеров могу привести в городе, в Буйнакском районе вернее, АЗС Сапар. Я могу их перечислять поименно, могу в общем АЗС Сапар. Не долив топлива, составил более 200 мл. Дагестанские активисты Народного фронта также предложили надзорным органам улучшить контроль за деятельностью АЗС. По их словам, некоторые их обращения о нарушениях остаются без внимания. 55 автозаправочных станций проверили, писали во все инстанции, в принципе, по компетенции. В прокуратуру писали. Всего два ответа. Всего два ответа. Территориальное управление Роспотребнадзора грешат формальностью ответов. Отметим, что фронтовики в течение месяца проводили мониторинг 55 заправочных станций в четырех муниципалитетах Дагестана. Общественники выявили нарушения везде. Самые распространенные – неисправность противопожарных систем, недолив топлива, и большинство АЗС не выдают квитанции. Член ОНФ Ислам Магомедов также прогнозировал и цену на топливо. По мнению эксперта, летом стоимость газа подорожает и будет достигать порядка 23-24 рублей. Продолжение следует...